Жёстко встречай, как слева, так и справа, понял? Всё, нормально, надо здесь в углу не стоять. Наставление тренера для юных боксёров – это руководство к действию, дающее уверенность в применении собственной тактики. На областном турнире памяти почётного гражданина БМР Ивана Трухляева обстановка накалялась не только на ринге, но и за его пределами. Опережай, опережай! Обмани ногами, Богдан! Многие из балаковских тренеров по боксу сами когда-то также стояли на ринге перед своими соперниками, и их всегда поддерживал их наставник Иван Трухляев. Он вырастил мастеров спорта, несколько десятков участников всероссийских и европейских турниров. В память о его заслугах и проводится уже восьмой по счёту боксёрский турнир. 38 лет человек отдал боксу для того, чтобы заниматься с ребятами, именно тренерской работе. Сначала турнир был муниципальным, а сейчас и до регионального уровня дорос. Хотя в этом году в Балаково приехали сильнейшие спортсмены не только Саратовской, но и Пензенской, Волгоградской, Самарской областей. Все эти годы соревнования проходили при поддержке всероссийского движения «Дрозд». Но не так давно у них появился ещё один друг. «Хосагра» всегда помогал. Всегда, вот на протяжении 10-15 лет всегда компания помогала. Ну вот теперь «Росатом» поможет. Я думаю, совместными силами бокс больше развиваться будет в городе Балаково. Участие в турнире принимают более 300 спортсменов. В течение трёх дней на ринге встретится 168 пар и около 60 ребят наши – Балаковские. Занимаюсь один год. Пять участий, четыре победы, один проигрыш. Первый раз было очень страшно, сейчас не так. Чемпион области по боксу Балаковец Денис Ельшин встретится на ринге со своим давним соперником. Говорит, к бою готов. Встречался в Саратове недавно на спаррингах. Проиграл ему. А теперь я подготовился посерьёзнее и покажу на всё, что способен. Бой длится несколько минут, но сколько труда вложено в подготовку к нему. И как сложно выходить на ринг, если уже второй год подряд и тренировки периодически переходят в онлайн-режим, и турниры почти не проводятся. Быть спортсменом и не иметь возможности соревноваться – это значит вариться в собственном соку. Это не расти. Ты можешь внутри своего маленького коллектива там где-то и быть даже очень таким боевитым человеком, но приезжают другие города, и ты там теряешься. Поэтому здесь не только качества физические проявляются, психологические, моральные. Где-то надо через силу, через характер переступить. Поэтому соревнования для спортсмена – это самое главное. Не будет их, не будет роста. Вот мы сегодня такой турнир масштабный, и за столько, за последние два года тяжелых реально проводим в формате, так сказать, непосредственно участия. Это же здорово. И на этот раз тоже соблюдались все необходимые меры. Зрители проходили, предъявляя QR-коды. Были в защитных масках. Сами боксеры и их наставники прошли ПЦР-тестирование. Меры вынуждены, но от реалий не уйдешь. Хотя эти требования никак не повлияли на атмосферу, которая накалялась все сильнее с каждым боем. Спортсмены истосковались по настоящим соревнованиям, которые завершатся уже завтра. Продолжение следует...